Доброе утро! Наш эфир сегодня посвящен борьбе с провалами в памяти. В студии Анна Шамбадал и Дамир Назира. Главное, что забыла свою фамилию. Почему память имеет свойство ухудшаться и можно ли остановить или даже обратить вспять этот процесс? Об этом мы поговорим вместе с гостем нашей студии программы. Наша ута тренер, инструктор по развитию памяти и внимания скорочтения Вера Самойлова. Вера, доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте! Все-таки почему мы теряем память? Что с нами такое происходит? Когда пик ее работы и когда она уже наоборот уходит? Ну после вот этого пика именно, да? Вот туда, вот вниз. Пик работы памяти, активности, это, конечно, школа и институт. Это вот это время. Потом, представляете, человек активно что-то познавал, сдавал сессии в таком вавральном режиме. Потом выходит на работу и примерно 10 лет он использует те навыки, которые вот тогда он получил. Активности, да, головного мозга. А потом мы уходим в рутину. То есть мы одну и ту же информацию перерабатываем, что-то читаем, но мы читаем то, что связано с нашей работой. А активности новой, мозговой активности, ну практически не происходит. Ну а если что-то копнуть все-таки в новое, то будет у нас память развиваться или нет? Это один из самых эффективных приемов, как вспомнить, что такое память и вообще как она работает. Начинать что-то новое познавать, кардинально новое, не связанное с работой. Так, а вот таблетки как-то помогают или нет? Продукты какие-то, шоколад, морковь, чертая. Это такой миф, самый распространенный, с которым к нам приходят, и родители говорят, дайте таблетку, пропишите, вот я дам ребенку, он выучит, ну там, прочитает стихотворение, утром все расскажет. Ну, я бы сказала, что это миф. Вы знаете, мне кажется, это именно использовать, наверное, какие-то успокоительные, просто чтобы ребенок сосредоточился. Как плацебо, чтобы, мне кажется, ну ты морковку мы потер, шоколад ему дал на экзамен, он такой, о, смотри, у меня память. Ну, как уверенность в себе, да, получается, успокоение. А вообще запомнить, надо ли все запоминать или нет? Ведь у нас есть ежедневники, и в телефоне есть у нас, можно написать напоминалки себе. То есть нужно ли память свою заполнять этим всем? На самом деле мы с вами запоминаем все. Все, понимаете, потому что это на уровне подсознания, это на уровне каналов восприятия. Вопрос в том, как вспомнить в нужное время, в нужное информацию запомнить можно. А вот для того, чтобы вспомнить, то есть воспринять информацию, переработать, запомнить и сохранить. И вот как раз этап сохранения в тренировке памяти, он самый важный. Поэтому здесь нужно использовать минимотехники. Это специальные приемы, которые облегчают запоминание. Там, как запомнить имена, фамилии, как запомнить числовую информацию. Вот с этим всегда проблема. Пример какой-то можете привести? Человек представляется. Здравствуйте. Вот, допустим, как вы сказали, как вас зовут? Ну, я помню, Вера. Вера, да. Ну, обычно это вот сразу вылетает из памяти. Как сделать так, чтобы хотя бы имя сохранилось? Смотрите, два момента. Первый момент – это надо заострить внимание. Часто очень мы через три минуты знакомства не можем вспомнить, как зовут человека, просто потому что мы не услышали его имя. В этот момент мы были заняты какими-то своими проблемами, вопросами, там еще что-то. Обычно это как-то формально, да, происходит? То есть, как зовут? Да, да. Ну, уже задал вопрос, ну, и зачем, собственно, дослушивать? Да, да. Если через три минуты тебе, может, и не понадобится имя. Потом понадобилось, и ты такой, а, а его нету там где-то у тебя, да? Да, да, да. Надо заострить внимание. Заострить внимание. И я пользуюсь приемом, я навешиваю, так скажем, на человека какой-то образ, связанный с его именем. Например, Татьяна Ларина. Ларина, да. Лев Толстой. Ну, Толстой, да, Александр Пушкин. Ну, это один из самых таких элементарных приемов. Там, конечно, есть нюансы. Там, допустим, Сергей – это сережка в носу. Вот такой представляется мне ученик, да, или там взрослый Сергей. Я ему раз в нос сережку. Ну, это секреты, которые, мы, знаете, раскрываем. А вот интересно, нужно ли освобождать память? Является ли память конечным ресурсом? Или все-таки чем больше в нее… Втискиваешь, тем лучше, тем она становится все больше и больше. И как? Если нужно, то как? Отдыхать. Отдыхать, отпуск, выходные дни должны быть, не по 12-14 часов работать, как сейчас современные люди. Конечно, должен быть отдых. Да, отдых, переключение. А вот есть такое понятие цифровой детокс. Это когда ты отключаешь мобильный телефон, не смотришь ничего в интернете, не слушаешь радио, телевизор тоже не смотришь. Нужно ли это проводить? Как часто и сколько времени это должно занимать? Ну, это на усмотрение каждого человека, может ли он настолько выйти из своей жизни, чтобы вот так вот перекрыть. Я пробовала. Когда я так переодену, иногда бываю в отпуске, меня хватает на один-два дня. А потом вот эта вот зависимость все-таки… Ну, я думаю, что больше и не надо, в принципе. Достаточно, да. Ну, для меня достаточно. То есть это для каждого человека индивидуальный процесс. Ах, как жалко, что нет таблеток никаких. Так хотелось, так хотелось. Хотелось попроще. Спасибо. У нас в гостях был тренер-инструктор по развитию памяти, внимания и скорочтению Вера Самойлова. Далее астропрогноз от Нины Амалинии. Про него и про нее мы не можем забыть. Продолжение следует...